Проект «Театральная среда» набирает популярность в Солигорске. Культурно обогатиться и отвлечься от ежедневной рутины. В стены городского дворца культуры приходит всё больше солигорчан. Замечательно, что возрождается это. Надо привлекать больше людей, школьников, чтобы привыкали к театральным средам. Идея очень привлекает. Привлекает, видите, массы. Очень не хватает для досуга всех солигорчан вот таких вот театральных дней. И надеемся, что это получит ещё большую поддержку среди жителей нашего города. Я просто счастлива. Я люблю театр. И очень рада, что у нас теперь свой театр будет. Очень много желающих сходить в театр. В Минск ехать далеко. Теперь можно посещать прямо дома. На этот раз зрители насладились трагикомедией по мотивам пьесы Николая Каляды «Баба Шанель» в исполнении Народного театра «Линия». Это трогательная история, приправленная ноткой юмора, в которой печальные бытовые ситуации предстают перед зрителями в весьма жизнеутверждающем свете. Ключевым событием спектакль становится застолье, организованное в честь юбилея ансамбля народной песни «Наити». О главной героине выступает «Баба Шанель». Женщина с активной жизненной позицией вышла на пенсию только-только. Пришла в ДК работать начальником охраны и параллельно хочет заниматься еще чем-то. Вот пришла в коллектив ансамбль народной песни «Наити», чтобы занять главную роль, потому что в ансамбле «Одни бабушки» от 75 до 90 лет она самая молодая и претендует на роль ведущей актрисы. Появление молодой по сравнению с другими участницами творческого коллектива «Актрисы» становится переломным моментом в устоявшейся жизни ансамбля. Сплоченный женский коллектив настроен бороться с новенькой за место под софитами. Мы постарались сделать так, чтобы спектакль тронул каждого, чтобы каждый зритель просто вот сидел, смотрел, анализировал и думал, а у меня же ведь точно так же, а я же ведь тоже в такой же ситуации был. И попробовал для себя решить эту ситуацию. Может быть, ему понравится наше решение. Искусство в каждом из нас. Мы каждый в какой-то мере занимаемся, каждый в какой-то мере из нас что-то творит. И вот я призываю всех каждый день неустанно творить, творить и творить, заниматься любимым делом прежде всего. И тогда, наверное, жизнь наша будет гораздо лучше. Спектакль «Баба Шанель» – это не только своеобразное лекарство от хандры, но и отличный пример того, что в любом возрасте и любых жизненных ситуациях повод радоваться жизни найдется всегда. В начале декабря Дворец культуры отметит 50-летний юбилей со дня своего основания. Постановка трагикомедии «Баба Шанель» явилась подарком в честь этого праздника. Продолжение следует... Продолжение следует...